На велопарад Кристина приехала вместе с детьми и кошкой Тигры. Челябика говорит, что питомица уже давно привыкла к поездкам на велосипеде. Уже пять лет составляет компанию на велопрогулках. Тигры обожают походы в горы. Всю поездку питомец сидит у хозяйки на плече. Как появился велосипед, он сразу же с первого дня катается, не боится. Сначала каталась в корзинке, теперь на моем плече. Любит скорость. Когда мы катаемся, мы всем поднимаем настроение. Меня это тоже радует. Кто-то даже грустно бывает, проходит, нас увидит, сразу же улыбается. Всем поднимаем настроение. Кстати, во время велопарада можно было встретить не только обычные спортивные велосипеды, но и ретро, например, вот такой тандем. Кстати, уметь рулить и крутить педали не обязательно. Можно просто довериться капитану. Тандем уже далеко не первое приобретение супругов Медоночевых. Челябинцы организовали клуб винтажных велосипедистов. Всего у них 30 велосипедов разных годов со всей страны. Без комментариев, по словам семейной пары, поездки не обходятся. Привлекают внимание и костюмы 40-х годов Великобритании. Челябинцы, и не только челябинцы, очень активно, я бы сказал, реагируют на подобное. Все с восхищением... Комментируют, я бы сказала. У нас есть топ-фраз уже, которые нам говорят при встрече с нами. В топе смотри какой велосипед, иногда смотри двухколесный велосипед, несмотря на то, что все велосипеды двухколесные. И откуда вы такие красивые? На участие в велопараде заявилось больше ста участников. Для них предоставили два маршрута. Более короткие, до Каменного карьера. И более длинные, для опытных участников, до улицы Худякова. Вообще планировали проехать три километра. Так как девочки у нас первый раз участвуют в таком мероприятии. Да, ну, проехав три километра, поняли, что осилим и пять. Обратная дорога далась гораздо сложнее. Все, но осилили. Приедем еще. Здесь не стали выбирать самых быстрых и самых спортивных. Хотя памятные медали участники все-таки получили. В такой теме, что это будет велопрогулка, а не какое-то соревнование на скорость, проводится впервые. Мы решили сделать такой проект, чтобы поддержать семейный досуг, чтобы семьи больше времени проводили друг с другом вместе. То есть такая у нас популяризация совместного отдыха. Организаторы, кстати, отметили и внешний вид команд. Приветствовался «Фэмили Лук». Кроме этого, для участников велопарада провели множество конкурсов, в том числе и розыгрыш велосипеда. Приветствую вас! Какие ребята! Вы молодцы! Вы доехали до финиша! Вы крутые ребята! Венера Каримова, Роман Поросиков, 31 канал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...